Здравствуйте, уважаемые друзья! Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карла в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Антон Афанасьевич Егорьев, а у микрофона Ирина Чекунова. Антон Афанасьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Итак, начнем с общей аварийности. Итак, о чем говорит статистика на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас сложилась достаточно сложная ситуация. С аварийностью у нас, конечно, достигнуты по сравнению с прошлым годом показатели по снижению смертности на дорогах. Порядка 10% у нас снизилось. Но, тем не менее, ситуация, развивающаяся ситуация, говорит о том, что необходимо принимать дополнительные меры именно по стабилизации обстановки и делать упор на недопущение погибших. Что это за дополнительные меры? Больше сотрудников ГИБДД явно уже на улицах не станет, потому что у вас тот же штат ограничен. А какие меры, как правило, предпринимаются? К сожалению, да, больше сотрудников не станет. Но комплексом мер направлено именно на предотвращение ДТП с тяжкими последствиями. Это и проведение различных профилактических мероприятий, приведение участков уличной дорожной сети в нормативное состояние. Активной пропагандой, чем мы сегодня занимаемся, безопасность дорожного движения, в комплексе мер планируем снизить количество погибших на дорогах Тверской области. Характер аварии в основном какой? Это нарушение скоростного режима, наезд на пешеходов, сон за рулем, выезд на встречку? Ну, если анализировать основные причины ДТП, как и прошлый год, по итогам 2020 года, как и в целом по Российской Федерации, выстраивается такая линия, где основной причиной смертности на дорогах, о чем мы говорим, что самое главное — это сохранение жизни участников дорожного движения. Мы выделяем таких три причины. Первое — это выезд на полосу встречного движения, примерно четверть всех погибших. Управление транспортным средством состояния опьянения, это ДТП по вине пьяных водителей. И третье — это наезд на пешеходов. Все вот эти вот три позиции занимают по количеству погибших, от общего количества примерно по четверти. Выезд на полосу встречного движения — это не справился с управлением, как мы обычно говорим? Или человек просто устал, он теряет контроль над ситуацией? Да, что касается выезда на полосу встречного движения, здесь много факторов. Здесь и усталость, сон за рулем, здесь и выезд на полосу встречного движения, в том числе в разрешенных местах, где человек не оценил достаточно обстановку, совершает обгон. Либо человек не справляется с управлением, нарушает правила расположения на проезжей части, как говорится, цепляет обочину и уже в неуправляемом заносе выходит на встречку, и там происходит стыкновение. Лето закончилось, но сентябрь по-прежнему — это месяц отпускников, скажем так. Люди уезжают из нашего региона в более теплые края и по-прежнему выезжают на дачи в деревне. Что вы здесь можете посоветовать, если человек будет находиться в дороге довольно-таки длительное время? Да, одно из наиболее очень проблемных моментов, серьезных моментов, на что хотелось обратить внимание, это управление транспортным средством в утомленном состоянии, когда человек, пытаясь добраться либо до дачи, вот мы анализируем, куда двигался, сколько отдыхал, почему такое произошло. Если мы говорим о водителях-профессионалах, так называемых, это большегрузный транспорт, от кого мы, в принципе, ждем, которые постоянно за рулем, здесь у нас четко регламентируют правила именно режима труда и отдыха, и это контролируется в том числе инспекторами ДПС на дороге. Ну, а работодатели, наверное, тоже уже прониклись вашими советами? Да, здесь и советами, здесь и есть административная практика, здесь есть наказание. А вот что касается как раз водителей личного транспорта, легкового транспорта, здесь, да, конечно, долгие переезды, надо оценивать, рассчитывать маршруты, места отдыха и, конечно, не допускать управления в утомленном состоянии, в сонном состоянии. Лучше остановиться, отдохнуть и после этого продолжить свой путь, потому что человек, засыпая за рулем, автомобиль находится в неуправляемом состоянии и, как правило, как показала нам горькая практика о том, что происходят самые тяжкие дорожно-транспортные происшествия именно по вине сна за рулем. Тут действительно играют роль считанные доли секунды, да, когда человек отключается и всё? Да, абсолютно бесконтрольное движение, человек засыпает, это, как правило, либо съезд с дороги, либо наезд на препятствия, как правило, это опора освещения, либо столкновение с другими транспортными средствами. И это у нас достаточно серьёзная проблема. На федеральных дорогах очень много транзитного транспорта, который из других регионов передвигается либо в Санкт-Петербург, либо в Москву, либо гости из других регионов. И вот как раз на середине, на нашем участке, на Тверской области, засыпают как на федеральной автодороге М10 России, так и на скоростной платной автомобильной дороге М11. В сентябре, прежде всего, хотя это как бы пограничный месяц, это ещё и тепло, и вроде бы ещё зелено, что называется, но в то же время уже вечерами темно. Вот мы говорили, что один из видов ДТП, да, где гибнут люди, к сожалению, это наезд на пешеходов, никак не обозначают, несмотря на наши призывы, пешеходы себя на дороге. Да, как раз вот этот вот момент, сентябрь, это достаточно ещё и активный отдых, тёплое время года, это ещё дачный сезон не закрыт, в том числе вернувшиеся дети с отдыха активно передвигаются, и, конечно, проблематика в этот период, когда световой день сокращается, когда ухудшаются погодные условия, связанные с осадками и тёмным времени суток. Необходимо призыв пешеходам обезопасить себя, обозначить себя на дороге и, конечно, передвигаясь вне населённых пунктов, использовать светоотражающие элементы, что у нас уже введено законодательством в действие, и это требование обязательно для пешеходов. И здесь, наверное, ещё обращение к родителям, да, когда собирают ребёнка в школу, вот здесь уже учебный год начался. Как, кстати, школы, учителя, педагоги реагируют на ваши призывы, на ваши просьбы о светоотражающих элементах на одежде ребёнка? Реагируют педагоги, в том числе и родители, достаточно позитивно, все с пониманием к этому относятся, производителям как детской одежды, так и элементов школьных рюкзаков. Есть определённые требования. Здесь с пониманием, как я уже сказал, относятся. Есть элементы светоотражающие. Ну и самое главное, это, конечно, инструктаж ребёнка, как в школе после окончания занятий, так и дома ежедневно, о безопасном переходе проезжей части детьми. Вот инструктаж ребёнка. Мы уже неоднократно говорили, что родителям нужно как бы с ребёнком пройти маршрут от дома до школы, да, рассказать обо всех трудностях, наглядно показать, потому что не у всех есть возможность встречать своего сына или свою дочь. Да, Эра, эта работа ведётся уже достаточно давно, разрабатываются в обязательном порядке. Именно такие школьные маршруты, дом-школа-дом, где детально обеспечивается, будет обеспечена безопасность ребёнка при движении в школу и домой-обратно. И необходимо, конечно, родителям при отсутствии возможности забрать своего ребёнка со школы, пройти, объяснить каждое пересечение проезжей части, где ребёнок её пересекает пешком, о том, как переходить, на что обратить внимание. Антон Афанасьевич, есть вообще какая-то, может быть, какие-то традиционные ДТП, характерные именно для начала осени. Хотя это ещё и нет гололёда, но тем не менее пограничный месяц, как я уже говорила. Ну, как уже сказали, основной причиной, конечно, является это ухудшение погодных условий, сокращение, значительное сокращение светового дня. И в тёмное время суток, конечно, у нас количество дорожно-транспортных происшествий возрастает. Поэтому хочется обратиться к участникам дорожного движения о том, что при наступлении тёмной погоды, тёмного времени суток, особенно на неосвещённых участках дорог, необходимо соблюдать скоростной режим, потому что это одна из основных причин, когда человек не справляется с управлением, совершает съезд к вето, прокидывание и так далее. И обратить более серьёзное внимание именно при движении. И ещё раз, наверное, обратимся к пешеходам, которые переходят дорогу даже по пешеходной зебре, чтобы внимательно смотрели по сторонам, снимали с себя наушники, да, а велосипедисты, которые у нас в городе ещё остались на дорогах, да, нужно спешиваться. Совершенно верно, да. Обращаясь к пешеходам, хочется обратить внимание на то, что максимально необходимо пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, внимательно смотреть, отключаться от гаджетов, так называемых. Напомню, что пешеход у нас является самым уязвимым участником дорожного движения, самым незащищённым. При наезде даже на маленькой скорости автомобиля на пешехода он получает, в первую очередь, травмы, причём травмы достаточно серьёзные, так как автомобиль – это источник повышенной опасности, и двигается он с прилично большой скоростью. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» на радио Монте-Карло. С вами Ирина Чекунова, а мой собеседник – Антон Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Сегодня говорим о безопасности дорожного движения в первый осенний месяц. Антон Афанасьевич, среди основных видов ДТП вы назвали в том числе и пьяную езду. Сколько уже лет говорим об этом? Становится ли меньше таких вот желающих сесть за руль нетрезвым, прокатиться, что называется, на ура? Или как-то уже профилактическая работа приносит свои результаты? Ну, хочется сказать о том, что профилактическая работа однозначно приносит свои результаты. Главная наша цель и задача – это снизить количество таких дорожных происшествий, своевременно пресечь управление транспортным средством водителям в состоянии опьянения и, конечно, сократить количество погибших в таких происшествиях. У нас за указанный период привлечено к ответственности почти 4 тысячи водителей в состоянии опьянения на территории региона. С начала года, да, совершенно верно. Удалось нам сократить как количество погибших по вине, так и количество ДТП данного вида. Хочется отметить, наверное, в позитивную сторону о том, что постепенно, вот анализируя из года год, у нас сокращается количество нарушений, совершенных повторно, где у нас уже предусмотрена уголовная ответственность. Это уже уголовная ответственность недавнего времени, это с 21-го года, да? Нет, это ранее. Нет, пораньше, пораньше, просто она ужесточена, да? Да, здесь именно в планах уголовной ответственности здесь и последствия наличия судимости, и, соответственно, санкции достаточно серьезные. Это говорит о том, что законодатель обеспокоен данной проблематикой, как мы уже говорили, практически четверть всех погибших именно по вине пьяных водителей. Поэтому, что хочется сказать, мероприятия, профилактические мероприятия, профилактические рейды, массовые проверки, сплошные проверки водителей на предмет выявления признаков опьянения, они будут продолжаться, будут наращиваться. И это основная цель, одна из главных, именно своевременно пресечь управление в состоянии опьянения. Тут помогают другие структуры. Я знаю, что выходят и представители Росгвардии, да, на помощь, чтобы вам, что называется, легче работалось. Да, здесь и представители Росгвардии, и представители других служб полиции. Мы создаем группы по массовой проверке водителей, по сплошной проверке водителей. Многие водители с позитивом относятся к этому, что действительно останавливаясь и проверяя их, задачей данных мероприятий является установление признаков опьянения и дальше уже процедуры, либо просто проверка быстрая документов, и человек продолжает путь. И многие относятся действительно с пониманием, говорят, что правильно вы делаете, молодцы и так далее. Это очень, конечно, приятно слышать от водителей. Это не то, да, как, Антон Афанасьевич, в начале, когда начиналось, было такое в чем-то отторжение. Сейчас уже народ привык, уже много лет вы проводите такие мероприятия. Да, очень много. А как, кстати, жители региона помогают вам? Потому что я знаю, что очень важны звонки людей в ту же самую дежурную часть ГИБДД, которые замечают, что за рулем нетрезвый человек. Да, огромное спасибо неравнодушным гражданам, которые видят, что либо их знакомые, либо незнакомые, либо просто водители, которые имеют признаки опьянения, садятся за руль, они относятся неравнодушно к этому, сообщают своевременно. И у нас, конечно, огромное количество задержанных водителей именно по информации граждан. Особенно на удаленных территориях, это сельской местности, сообщается данная информация, где плотность движения достаточно небольшая. И вот этот один водитель, его достаточно просто задержать при получении данной информации. Огромное спасибо неравнодушным гражданам, которые помогают предотвратить тяжкие последствия, тяжкие дорожно-транспортные происшествия и пресечь данные нарушения. Может быть, еще раз напомним, телефон дежурной части ГАИ или звоните по 02, там соединят. Куда лучше обращаться людям? Да, что касается оперативного реагирования, необходимо звонить 112 на единый номер. Либо, что касается областного центра, это телефон дежурной группы специализированного батальона 58-04-00. И, наверное, обратимся к родным и близким водителя, который вдруг у него что-то переклинило, и человек собирается садиться за рулем в нетрезвом виде. Это не то, что, может быть, убеждать. Прятать ключи, вызывать такси, все что угодно, уговоры, угрозы, как угодно, но предотвращать то, чтобы человек садился за руль. Да, имеются такие факты, когда, как мы говорим, с молчаливого согласия, да, с равнодушием родственников. Потом происходят непоправимые последствия, когда человек погибает в ДТП, испытывает какие-то эмоциональные потрясения, в состоянии опьянения и так далее. Хватается за ключи, садится за руль и уезжает. Здесь, опять же, я говорю, даже родственники, супруги, естественно, родители, дети, своевременно сообщив о том, что данный водитель надвигается в том-то направлении, при принятии своевременных мер удается задержать, остановить и пресечь, и не допустить тяжких последствий. Антон Афанасьевич, еще одна, назовем этот, бедой, наверное, многих регионов России, сентябрь месяц не исключение, это было и летом, люди выбираются в лес, грибная пора, и по дороге лесной на дорогу выбегают дикие животные. И очень часто ведь страдают, прежде всего, и сами животные, и страдают люди. Да, у нас, если взять анализ аварийности, связанные с наездом на диких животных, мы анализировали это на уровне всей Российской Федерации. Примечательно, что Тверская область является, ну так, можно сказать, лидером больше всего наездов, то есть это в Тверской области. В первую очередь опасность представляют это копытные животные, это лоси, которые достаточно крупные, при наезде, как правило, попадают в салон транспортного средства и приносят самые тяжкие последствия. У нас есть в этом году уже погибшие люди, в результате наезда на дикое животное. Хочется обратиться к водителям, остерегаясь при движении, как правило, это по региональным дорогам, которые у нас достаточно крупная сеть на территории нашей области. При наличии знаков «Дикое животное» необходимо снизить скорость, быть особенно внимательным, смотреть особенно на те участки, где у нас придорожная полоса находится в растительности. быть предельно внимательным, я говорю, снижая скорости до необходимых пределов, и смотреть внимательно, потому что наезд на дикое животное приносит достаточно тяжкие последствия, и само дикое животное ведёт себя на дороге непредсказуемо. Да, непредсказуемо. Казалось бы, вот видят, вот оно рядышком идёт с дорогой, параллельно, и вдруг лось тут же выбегает. Причём это всё неожиданно. Да, здесь при виде дикого животного, если водитель заметил, необходимо вплоть до остановки, до полной остановиться, убедиться, и после этого только продолжить движение. Хочется обратить внимание на то, что знаки «Дикое животное», они устанавливаются именно на основе анализа путей миграции диких животных, они постоянно обновляются с учётом изменения путей миграции, и это делается в первую очередь для информирования водителя о той опасности, которая может возникнуть на дороге. Тем более, мы говорим, если это происходит в тёмное время суток, когда не видно, очень часто не видно, что происходит на обочине. Ну, как правило, процентов 90, это именно в тёмное время суток и происходит. Ещё одна проблема областной столицы в условиях пандемии. Очень много на дорогах крупных городов региона машин скорой помощи и вообще спецтехники. Насколько сейчас тверской водитель приучен, что называется, пропускать такую технику? Какие проблемы возникают? И что можно сказать о правилах поведения самих водителей той же самой скорой помощи? Да, здесь мы проводили анализ и проводили анализ ДТП с участием автомобилей, использующих спецсигналы. Здесь хочется отметить то, что при проведении рейдов, которые по контролю за предоставлением преимущества движения скорой помощи, водителя, ну и при движении по городу, видно, что с пониманием относятся, уступают всевозможными способами, останавливаются, прижимаются. И, конечно, как раньше, мы проводили рейды, это несколько лет назад, здесь, конечно, да, такого не было, что тотально, когда слышат звук сирены, когда видят маяки, прижимаются, уступают. Да, раньше были проблемы, я помню, постоянно ездила в эти рейды, вот находилась с камерой рядом с водителем скорой помощи, и очень многие и не собирались отступать в сторону. Да, здесь, ну вот, проводя рейды уже на протяжении 2020-2021 года, вот эти рейды, они, ну, слава богу, приносят нулевые результаты, то есть фактов непредоставления преимущества движения скором у нас не установлено. В то же время хочется обратиться к водителям, используя спецсигналы, которые используют, о том, что правилам дорожного движения предписано, что водитель, имея преимущество, обязан убедиться в том, что ему предоставляют преимущество. В первую очередь это связано с проездом перекрёстков. На запрещающийся сигнал при проезде перекрёстка с прилегающей территории, особенно глухие перекрёстки, необходимо убедиться, притормозить перед пересечением проезжей части, потому что люди действительно могут не слышать, могут, у кого-то играет громко музыка, кто-то едет в своих мыслях, человек должен увидеть и пропустить. То есть наличие спецсигнала не освобождает точно так же от ответственности, нужно быть предельно внимательным и тем, и другим. Совершенно верно, да, как я уже сказал, о правилах дорожного движения установлено, что водитель, использующий спецсигналы, обязан в первую очередь убедиться, что ему предоставляют преимущество в движении. Начало учебного года всегда предполагает более активную профилактическую работу. Но здесь опять же таки, пандемия внесла свои коррективы в вашу работу, да? Часто вы с глазу нагло, что называется, не могли встретиться с детьми. Что этой осенью ожидает и как будете дальше профилактировать травмы на дорогах? Ну, дети, это самое главное, да, что у нас есть, и поэтому эту работу мы стараемся не ослаблять, даже связано с какими-то ограничениями. Мы стараемся, предусмотрев все генические меры, проводить занятия с детьми. Меняется, конечно, формат, где-то в интерактивном формате мы проводим данные мероприятия. Но с детьми, как и уже говорили, проводится планомерная работа, связанная в первую очередь с движением детей по проезжей части, с движением из дома в школу и обратно. И, конечно, хотелось обратиться к педагогам, в первую очередь к родителям, о том, что это главная задача обеспечить безопасность ребенка на дороге. Мы говорили, что появились уже мобильные лаборатории, которые могут в скором времени уже передвигаться по различным районам огромной Тверской губернии. Да, совершенно верно. И что можно сказать о юных инспекторах дорожного движения и существует ли группа волонтеров, которые помогают, в том числе среди тех же самых детей? Да, существуют различные у нас группы, юиды так называемые, юные инспектора дорожного движения, которые занимаются именно вживлением в массы таких же сверстников, привития, неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, правил поведения на дорогах. Проводятся у нас и всероссийские конкурсы, куда выезжает Тверская область с представителями. Здесь, конечно, очень красиво с участием детей. Эти мероприятия, очень сплоченные дети и такие приятные моменты, когда зачастую юные инспектора дорожного движения знают правила поведения на дороге, зачастую даже лучше взрослых. Лучше взрослых. И некоторые скажут, ну что такое, ну подумаешь, конкурс рисунка, да? А ведь вот таким вот маленьким достигается, наверное, главная цель. Если они вот с этого самого рисуночка, если они уже задумаются, да, над этой ситуацией, потом расскажут другому, тут нету, наверное, мелочей на дороге. Да, здесь уже идет привитие с детства правильного поведения, отношения к проезжей части, отношения своего отношения к поведению. И когда, как мы уже неоднократно говорили, когда родители, да, торопясь куда-либо, пренебрегают правилами дорожного движения в присутствии ребенка, пусть незначительное нарушение, но допускают, здесь, конечно, уже идет легкая деформация, такого, конечно, надо исключать в своем поведении, в своих действиях. Что мы можем сказать об областной столице? Очаги, возможно, аварийности, где нужно быть более предельными внимательными на дорогах? Более внимательно необходимо обращать внимание на нерегулируемые перекрестки при выезде с прилегающих территорий, также при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе регулируемых, смотреть появление пешеходов на проезжей части, соблюдать, в первую очередь, скоростной режим, не проезжать на запрещающий сигнал светофора, быть за рулем предельно внимательными, а пешеходами при пересечении и проезжей части быть предельно осторожными. Ну вот, в сущности, мы уже перешли к советам, наша программа подходит к концу. Давайте еще раз напомним всем участникам дорожного движения об элементарных правилах безопасности. Лишними, наверное, это никогда не бывает. Да, что касается водителей, перед началом дорожного движения, перед началом управления транспортным средством, необходимо, как учат в автошколе, пристегнуть ремень безопасности. Аварийность у нас показывает анализ аварийности о том, что наиболее тяжкие последствия получают именно те участники дорожного движения, передвигающиеся в транспорте, которые не были пристегнуты. То есть такое еще есть? Кажется, уже люди привыкли к этому. Нет. К сожалению, каждый четвертый погибший в области у нас не был пристегнут ремнем безопасности. Это статистика, которая, к сожалению, горькая и дает свой отпечаток. Что касается пешеходов, как уже говорили ранее, необходимо предельно внимательно отказаться от гаджетов при пересечении проезжей части. Что касается велосипедистов, необходимо обязательно спешиваться при пересечении пешеходного перехода, так как он может появиться на велосипеде внезапно, водитель может не среагировать своевременно и произойдет наезд. Спасибо огромное за участие в программе. Я надеюсь, что к вашим рекомендациям прислушаются жители и гости нашего региона. Будьте, уважаемые друзья, предельно внимательно напомню, что вы слушали очередную программу из цикла в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С вами была Ирина Чекунова, а в гостях у меня был Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо, до свидания. Здоровы. Спасибо, до свидания. Здоровы. Спасибо.